Девушки отдыхают Офицеры командира ВСТ проанализировали, что что-то вот вообще-то грядет, что-то то, что мы не знаем, но вообще-то надо быть чему-то готовым На 1 декабря был намечен референдум о независимости Украины Ожидалось, что одним из первых заявлений будущего украинского правительства будет требование о разделе Черноморского флота 30 ноября 1991 года. Анкара. Военно-морскому атташе США в Турции. Секретно Примите меры по задержанию прохода через Босфорский пролив советского авианосца хотя бы на сутки. Штаб морского командования ВМС США Американцы действовали через турецкую лоцманскую службу, которая решила закрыть пролив тихоходными танками Предвидя нечто подобное, командир советского авианосца Ерыгин связался с капитаном танкера «Кузбасс Уголь», получившего разрешение на проход через пролив Мы его убедили, он ход уменьшил, а мы ход не уменьшаем, то есть мы, получается, первое дело Авианесущий крейсер вошел в Средиземное море, откуда взял курс в порт Креписки, Североморск Спасение авианосца, носящего имя адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, было для русских моряков делом чести Николай Герасимович Кузнецов для всех флотских, это как жуков для сухопутных офицеров, для сухопутных генералов Это символ, равный Ушакову, Нахимову, Суворову Минул 31 год, как ушел из жизни великий адмирал, но его стратегические идеи постройки флота актуальны до сих пор Обычно мы рассказываем о конструкторах оружия, но сегодня впервые наш фильм о драматической судьбе одного из первых руководителей Советского флота Который посвятил ему всю свою жизнь Несмотря на это, он много раз был незаслуженно обижен, а память его пытались придать забвению Простой русский моряк, адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов Всегда считал, что он просто честно исполняет свой долг Адмирал Кузнецов 1904 год На Дальнем Востоке вспыхнула война с Японией, которой Россия лишилась океанского флота А в деревне Медведки Архангельской губернии родился мальчик, названный Николай С детских лет он отличался редкой способностью увлечь своими идеями окружающих Он пришел к отцу и говорит Отец, давай в избе проломим одну стену, сломаем ее Повесим сцену, занавес И сделаем вот такой спектакль И мы будем здесь вот декламировать Пушкина, например Отец, он послушался сына, и они действительно сломали в избе одну стену и сделали сцену Николай увлекся морем В 15 лет, приписав себе два года, он ушел добровольцам в Северодвинскую Красную Флотилию Вся моя жизнь связана с советским военно-морским флотом Я сделал выбор однажды и никогда не жалел об этом Карьера Кузнецова развивалась стремительно После окончания с отличием военно-морской академии он был назначен командиром крейсера «Червона Украина» Кузнецов внедрил систему боевой готовности корабля, сделал крейсер образцованным На «Червону Украину» зачастили высшие руководители государства Сталин приметил молодого, талантливого моряка 1936 год В Испании генерал Франко поднял мятеж против республиканского правительства Германия снабжала мятежников современным оружием СССР поддержал республику Николая Кузнецова назначают главным советником по военно-морским вопросам Испании Его задача обеспечить доставку морем помощи республиканцам Авиация фашистов бомбила порт, срывая поставки Кузнецов организовал дежурство истребителей над портом И максимально сократил время распуска Теперь грузы приходили бесперебойно Еще в Испании я убедился в способности авиации наносить мощные удары по кораблям Готовность флота всегда должна быть высокой В середине 30-х годов ведущие морские державы развернули грандиозные программы строительства военных кораблей Сталин тоже принял решение создать советский океанский флот В 1939-м Николай Кузнецов был назначен народным комиссаром военно-морского флота Став самым молодым наркомом Под руководством товарища Сталина создается и будет создан могучий военно-морской флот Сталинскую судостроительную программу 1938-го года главком оценил как далекую от реальных нужд флота Вождь был захвачен идеей постройки линкоров и тяжелых крейсеров Однако боевой опыт Кузнецова доказывал, что без воздушного прикрытия корабли не могут действовать эффективно Главком заказал проект авианосца Но Сталин, обычно считавшийся с мнениями специалистов, отложил строительство плавучего аэродрома на 5 лет Часто я выходил из его кабинета с самым тяжелым настроением и чувством безнадежности добиться разумного решения Для защиты кораблей с воздуха Кузнецов приступил к созданию береговой авиации На плотах формировались полки истребителей, бомбардировщиков, торпедоносцев В Европе бушует война Очевидно, что очень скоро она докатится до границ СССР А новый флот будет построен только через 8-10 лет Войну придется вести малыми силами Поэтому главком флота сосредотачивается на создании системы готовности флота к войне 13 декабря 1940 года Сосен, штаб оперативной игры по плану Барбаросса Секретно Главная цель Москва Однако наступлению на Москву должно предшествовать взятие Ленинграда Захват города сразу решит несколько задач Уничтожение баз Балтийского флота и ликвидация пункта сосредоточения для контрудара против наших войск, наступающих на Москву Генерал-лейтенант Паулюс 1941 год 14 июня Кузнецов лично доложил Сталину о том, что немецкие суда срочно покидают советские порты Следовательно, через 5-7 дней можно ожидать нападения Германии Сталин назвал главкома провокатором Сказав, что уже на следующий день выйдет постановление ЦК Об опровержении панических слухов о предстоящем нападении Миф о внезапном нападении был создан, чтобы оправдать катастрофу 1941 года Но еще 21 июня в 5 часов вечера Сталин отдал приказ Генеральному штабу о приведении войск в полную боевую готовность Первым об этом в своих мемуарах честно рассказал Николай Герасимович Кузнецов О флоте вспомнили только в 11 вечера Кузнецова срочно вызывает в генштаб, где Тимошенко диктовал Жукову телеграммы в округа К главкому была брошена только одна фраза Сегодня ночью возможно нападение немцев Кузнецов срочно посылает своего зама Алафузова, чтобы телеграммой известить флоты Возникла секундная пауза Солидно ли адмиралу бегать по улицам, как мальчишки? Поворачиваясь к контр-адмиралу Алафузову, бегите в штаб и дайте немедленно указание флотам о полной фактической готовности В 23.30.21 июня на флотах была объявлена готовность номер один А телеграмма Тимошенко и Жукова в приграничное круга была отправлена только в половину первого ночи 22 июня Как опытный штабист Алафузов понял, что это займет, для зашифровки этого текста уйдет масса времени Уйдет 3-4 часа, пока будет передавать, пока телеграфисты передадут шифровку, пока будут расшифровывать Кузнецов по телефону передал на флоты распоряжение привезти, флот боевой готовности, телеграмму получите и так далее Флот приготовился к битве на море, но корабли противника не появились Фашистская авиация бомбила и минировала наши рейды Уже через неделю выяснилось, что перед личным составом флота стоит задача повернуться лицом к берегу А когда нужно, то и сойти на него с кораблей, чтобы оборонять свои базы 24 июня немецкие войска прорвались к морской базе Лиепая Гарнизон города и моряки держались 5 дней Эсминцы, заблокированные минами в бухте, пришлось взорвать Угроза нависла над главной базой Балтийского флота Флот базировался в Таллине, это главная база была флота Уже войска отступали, решений на перевод флота не было Не дожидаясь приказа верховного главнокомандующего, Кузнецов лично приказал перевезти флот в Хронштаб Несмотря на большие потери, главные силы флота прорвались Мощная артиллерия флота стала основным препятствием для штурма Ленинграда Линия блокады установилась по радиусу дальности стрельбы морских орудий 24 километра За время войны почти 500 тысяч моряков сошли на берег Возрождалась морская пехота, созданная еще Петром Первым Морскими пехотицами закрывали бреши на фронте В лобовых атаках погибали опытные моряки, на обучение которых затрачиваются годы Сухопутчики иногда не считались с мнением флотского командования Вот вы выделяете, понимаете, на, скажем, готовили десантную операцию Высадили, в первом броске пошли морская пехота, моряки пошли Они решили задачу захвата плацдаром Дальше-то они не должны держать плацдаром, дальше надо подкреплять и передавать сухопутчиками А они до месяца держат Жертвуя собой, моряки сковали армии врага Отборные немецкие части, которые после взятия Ленинграда должны были наступать на Москву Увязли в осаде города-крепости Еще в первые трагические месяцы войны Кузнецов лично разработал план удара по Берлин В ночь на 8 августа 1941 года 15 бомбардировщиков Балфлота взяли курс на Берлин Это был наш первый успех в войне Советский флот успешно участвовал в крупнейших операциях Великой Отечественной войны Что стало возможным благодаря созданной Кузнецовым эффективной системе взаимодействия ВМФ с сухопутными войсками В 1944 году Николаю Герасимовичу Кузнецову было присвоено звание адмирала флота Еще не окончилась война, а главком составил новую судостроительную программу Как и предвидел Кузнецов, авианосцы превратились в основную силу на море Это главное в его новом плане Во время войны отсутствие специальных судов вело к большим потерям при десантах Поэтому вторым приоритетным направлением новой программы стали десантные суда Но Министерство судостроения, не имевшее опыта постройки таких кораблей, ограничилось лишь проектами Воссозданная Николаем Кузнецовым морская пехота, сегодня элитный род войск, оснащена десантными кораблями различных классов и тяжелой техникой Учитывалось в новой программе Кузнецова и появление качественно нового оружия Выступая перед конструкторами и судостроителями, специально говорил, что наше время, вот сейчас, время уже атома Время радиотехники, время радиолокации, время счетно решающих машин Надо по-другому строить и думать о перспективе флота Николай Герасимович создал военно-морскую секцию при Академии наук для исследования защиты кораблей от современных видов оружия По предложению Кузнецова, известные физики Игорь Курчатов и Анатолий Александров Параллельно с работой над атомной бомбой начали работу над ядерными движителями Первая в мире атомная электростанция в Омнинске была построена для отработки реактора для подводной лодки Проведя удачные эксперименты, Курчатов и Александров доложили в ЦК о возможности постройки атомной подводной лодки Сталин подписал постановление о начале проектных работ Моряков даже не ознакомили с ним Готовый проект представили на экспертизу флота Кузнецов поразился в фантастичности замысла Планировалось послать к берегам Америки подводную лодку с атомным двигателем Вооруженную одной торпедой диаметром 2 метра со сверхмощной водородной бомбой Ее взрыв должен был создать гигантскую волну, которая смыла морские базы США Кузнецов заявил, что ни один советский моряк не поплывет на такой лодке И заказал проект боевой атомной подлодки Первую атомную подлодку проекта 627 заложили позже, в 54-м году В 57-м она сошла со стапеля под именем Ленинский комсомол Стратегически здесь все ясно Это интересы государства, ответные удары по территории противника, вероятного противника Который считает, что до его территории далеко и их не тронут В конце 40-х годов стареющий Сталин, опасаясь, что герои войны могут посягнуть на его власть Отстранил маршала Жукова от командования армии, расстрелял главком авиации Новиков 16 марта 1947 года, Москва В коллегию Министерства обороны СССР Мне стало известно, что парашютная торпеда, созданная под моим руководством Была передана командующим флотом англичанам Это вопиющий случай низкопоклонства перед Западом и разглашение государственной тайны Капитан первого ранга Алферов Парашютную торпеду закупили в Италии в 1936 году Написавший донос инженер Алферов, лишь приспособил под нее советский парашют Во время войны рассекреченная торпеда Средома Сталина была передана союзникам Несмотря на это, донос стал причиной громкого адмиральского дела Вместе с Кузнецовым на скамье подсудимых оказались его соратники Адмиралы Галлер, Алафузов, Степанов Меня поразила, так сказать, железная выдержка его То есть он не ругался, не паниковал Он держался очень спокойно Никак это не отражалось на его семье Он спокойно сидел и читал книжки Галлер, Алафузов и Степанов были приговорены к длительным срокам заключения Кузнецова Сталин тронуть не решился Его понизили в звании до контр-адмирала и отправили служить на Дальний Восток После моего ухода судостроители провели у Сталина все свои предложения во вред делу Так, ввиду трудности постройки, были зарезаны авианосцы 1951 год В разгаре война в Корее Американский флот активно использует авианосцы Проводит грандиозную десантную операцию в Инчуаре Советский Союз выступает на стороне северокорейских коммунистов Нарастает угроза прямого столкновения с Америкой Сталин вернул Кузнецова к руководству БМФ Во второй раз Николай Герасимович стал адмиралом флота Кузнецов вновь обращается к проекту авианосца Но Сталин все меньше интересуется вооружениями армии и флота Проект Главкома увяз согласование Отсутствие авианосцев заставило Главкома искать мощное оружие против американских авианосных арматов В начале 50-х в КБ Сергоперии создавался самолет-снаряд-носитель атомных бомб Главком настаивает на превращении его в противокорабельную ракету Флот выделяет полигон в Крыму и мишень, устаревший крейсер Так появилась первая в мире управляемая противокорабельная ракета КСС «Стрела» Воздушного и наземного базирования Для защиты от авиации Главком предложил установить на крейсеры Знаменитый комплекс С-75 Необходимость срочно поднять ударную силу надводных кораблей Привела Кузнецова к идее установки на них ракет КСС Но стрела оказалась слишком громоздкой для кораблей Конструктор «Чаломей» изобрел автомат распрямления крыльев ракет в полете Проблема компактности была решена И сегодня Россия признанный лидер в создании противокорабельных ракет В состоянии уничтожить авианосец, несмотря на мощное хранение И не зря американцы их прозывают убийцей авианосцем Главком Кузнецов увидел в ракетной технике и стратегические возможности Предложив Сергею Королеву установить на дизельные подлодки Баллистическую ракету наземного базирования Р-11 16 сентября 1955 года был произведен первый в мире пуск баллистической ракеты с подводной лодки Ведущий конструктор Макеев, проводивший работы по этому проекту Впоследствии создал целую серию ракет для подводного статка Имеются баллистические ракеты очень большой дальности Нам 9-11 тысяч километров Которые достают практически из баз, из наших баз В любую точку мирового океана и на любой континент Любую цель Теперь, когда нет стали на бесконечно откладывавшую программу главкома Появилась уверенность, что новый флот будет построен Лишь разумное и научно обоснованное сочетание Различных родов морских сил и классов кораблей Может обеспечить выполнение задач, стоящих перед флотами Все накопившиеся идеи Кузнецов вкладывает в программу строительства нового флота Авианосцы, ракетные крейсеры, океанские подводные лодки Должны были сделать Советский Союз ведущей морской державой В марте 54-го я представил доклад о нашем судостроении Рассмотрение плана было вновь отложено Я не выдержал и с криком стал настаивать Ни криков, ни грубости я не допускал ни с кем даже во время войны Хрущев, на которого накричал Кузнецов, уже втайне решил отказаться от военного флота Руководитель Советского государства сделал ставку на стратегические ракеты Особенно вот при Хрущеве переживания эти очень резко коснулись Накапливалась вся эта усталость и нервные все встряски В конечном итоге в 54-м году с ним произошел инфаркт тяжелый Вот и он попросил его освободить Сказали нет А вместо вас, значит, вот сейчас введем должность первого замглавкома И на эту должность был назначен командующий Черноморским флотом Горшков 27 октября 55-го года на рейде Севастополя взорвался линкор Новороссийск Комфлота Горшков лично руководил спасательной операцией, но линкор перевернулся В докладной записке Госкомиссии Горшков основную вину за гибель линкора возложил на Кузнецова Кузнецова отстранили от командования, понизили в звании до вице-адмирала В 1938 году во время жестокого урагана погиб эсминец решительный В разгар репрессий командир, потерявший боевую единицу, автоматически становился врагом народа Но Кузнецов отправился лично к Сталину докладывать обстоятельства катастрофы Сталин спросил, вы ручаетесь за командира эсминца? Кузнецов ответил, да Идите, но смотрите, в следующий раз вы так просто не отделаетесь Командиром эсминца был Сергей Горшков Новый главком Горшков послушно исполнил волю Хрущева На металл разрезали крейсеры, в том числе уже оснащенные ракетами Вскоре в угоду Хрущеву Горшков развернул массовое строительство подводного ракетно-атомного флота Идея такого создания, конечно, она была прежде всего Кузнецова А материзовал ее, прямо скажем, при Горшкове Который тоже, я прямо скажу, это, конечно, знающий был, требовательный человек Авторитетный вообще на флоте Но, но, очень ревниво относился к тому, что создано было Кузнецов 1962 год 22 октября президент Кеннеди заявил о присутствии на Кубе советских ядерных ракет И установил морскую блокаду острова Хрущеву нечего послать в Карибское море, кроме подводных ракетоносцев Чтобы обозначить присутствие нашего флота Подлодкам дают самоубийственный приказ Всплывать на виду американских кораблей Оказалось, что сильный надводный флот необходим Вскоре новые ракетные крейсеры появились в Мировом океане Но в случае войны морская авиация обнаружила и уничтожила бы их раньше Чем крейсеры успели бы дать ракетный залп Только авианосцы в состоянии защитить корабли в море На спуск первого авианесущего крейсера Киев в 1972 году Николая Герасимовича не пригласили Воплощенный мечтой великого флотоводца Стал авианесущий ракетный крейсер проекта 1143-5 Вступивший в строй в 1990 году Его приводят в движение два атомных реактора Авиагруппа сформирована знаменитыми истребителями-бомбардировщиками Су-27К Он вооружен противокорабельными ракетами «Гранит» Корабль гордо носит имя адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова Это самое дорогое такое поздравление, теплое, написанное вот просто ручкой обычной, перьевой, фиолетовыми чернилами И вот там, уважаемый Николай Герасимович, мы вас поздравляем, матросы Просто матросы И всегда у нас это было такое святое поздравление 1 июля 2004 года состоялось знаменательное событие Прошла конференция, посвященная 100-летию Николая Кузнецова Открыл форум адмирал Касатонов Тот самый командующий Черноморским флотом Что в ноябре 1991 года отдал приказ авианосцу адмирал Кузнецов Идти в Североморск Организовал конференцию общественный оргкомитет По подготовке и проведению 100-летия Николая Кузнецова Этот оргкомитет возглавляет авторитетнейший и известный флотоводец Игорь Владимирович Касатонов Среди главного, то что проводим мы в преддверии 100-летия Кузнецова Это проведение конференции Издание массовым тиражом книги флотоводец Открытие мемориальной доски И установка памятника в Москве А также оказание достаточной поддержки авианосцу Названного в честь Николая Герасимовича Кузнецова В 2004 году учреждены орден, медаль и памятный знак В честь великого русского моряка Николая Герасимовича Кузнецова Прошло полвека, как Николай Герасимович Кузнецов Разработал программу строительства океанского флота Но ее большая часть по-прежнему засекречена Специалисты утверждают, что идей, заложенных в этой программе Хватит еще не на одно десятилетие Сегодня память о великом российском флотоводце Николая Кузнецове возрождается Но лучшим памятником ему должен быть Мощный и современный российский флот Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова